Грата Гарбо потрапила до книги рекордов Гиннеса, як найкрасивіша жінка, яка коли-небудь жила на землі. Моя история суцільні втечі через запасні виходи, бокові двері та секретні ліфти, зізнавалася популярна актриса. Наші блондинки не бояться слави, вони в ній купаються. Моє имя Андрій Дованський, і я радий вітати вас на новому каналі у найяскравішому шоу «Хто проти блондинок?» Наші мужчини, коли вони оказываються тут, на цьому місці, вони теряють свій інтелект. Із-за слабого пола їх інтелект падає в сторону пола, уходить в пятки і не піднімається выше поясничного отдела. Поэтому сьогодні ми решили пойти ва-банк і противопоставити нашим участницам двох мужчин сразу, не нарушая правила. І таке можна тільки в одному случае. Коли здесь появиться герой, равний по об'єму двом мужчинам. Це найсильний чоловік на планете! Василий Веросток! Рост 191 см, вес 152 кг, жим лёжа 220 кг, прыжок длину з міста 330 см. Главным своим соперникам считає страх, але сьогодні Василию буде протистояти красота. Здравствуйте, Василий! Ідіть ко мені! Обняти вас я навіть не пытаюсь! Тільки що я виграю 1000 гривень, я вижив після вашого рукопожатия! Я, межещим, не коло сильно надавлю руку. Не давіть? Я зажду контролюю свою силу. Спасибо вам за це, Василий! Здесь сегодня деньги не главное. Главное не испугаться і не засверкати пятками. Потому що сверкаюча красота сейчас появиться перед вашими глазами. Наши белые лебёдушки! Лебёдки по перетягиванию самих себя! Наши 50 блондинок! Лебёдки по перетягиваючи! Лебёдки по перетягиваючи! Василий, мы не будем сегодня их использовать в качестве спортивных снарядов. Сегодня битва интеллектов. Вашего интеллекта против интеллекта, хотя это слово очень веселит всех наших зрителей, участниц программы. Я вижу здесь номер 4. Номер 4. Это хорошая знакомая ваша. Ира Мерлени. Он обещал песню спеть вместе со мной. Это точно. После сауны обещал спеть песню, да? Все, у нас все обетяло. Обетянки-тятянки, Ирочка. Вы же знаете, да? Номер 19. Иваночка, милай. Иваночка, здравствуйте. Привіт. Насчет увлечения штангой, это правда? Це правда. Правда. Вы сдвигаете штангу силой голоса, или... Не, я, якщо брата жим лежа, да, кажучи російською мовою, то рабочий вес мой 30 кг. Если становая тяга, то рабочий вес 35 кг. Если приседания, то 40 кг. Ноги у меня, ну, дуже такие потужні, скажем так. Иваночка, а сами вы сколько весите, простите? 46 кг. 46 кг. Я думаю, что абсолютно нормального двага, яку я назвала Ивана, для Нейца я нормальный. Нормально, хорошо. Продолжаем работать над собой. Номер 23. Леночка Филонова. Любит играть в казино на чужие деньги и умеет обращаться с акулами. Это правда? Да, это правда. Я ездила в Доминиканскую республику и там плавала с двумя очаровательными акулами. Но самое смешное, то, что эти акулы настолько были ленивые, они, наверное, так хорошо покушали, позавтракали туристами, что я им уже просто не нужна была. У них непереносимость блондинок, они ими травятся. Наверное, наверное. Хорошо. Василий, вот вы поняли, мы пообщались с разными рядами наших участниц. Они расставлены по очень важному принципу. Тут створный дейкий рейтинг, я так понимаю. Да, совершенно верно. Браво, догадался Василий Веростюк. С первыми разговаривать легче легкого и выигрывать у них, у последних выиграть практически невозможно. Обратите внимание, что здесь их сейчас не 50, а только 49. Потому что не появилась королевная и повелительница их. Наша топ-блондинка. Поскольку вы мужчина необычный, то и топ-блондинку мы сегодня вам приготовили тоже. Мягко выражаясь, необычную. Номер один топ-блондинка Монро. Добрый вечер, Василий. Я думаю, мы сегодня 50 блондинок докажем, что каждая из нас может стать девушкой Джеймс Бонда. Василий, вы согласны на такую девушку? Честно говоря, что нет. Василий! Я думаю, просто он не знает, от чего она называется. На самом деле, я не готова ни на одну из этих девушек, чтобы она была моей девушкой, потому что я уже ее одруженный. Но, так бы могла ты позмагаться, я готов. Хорошо. Посоревнуемся. Прекрасно. Девчонки, модный спонсор про храмы, компания Эйвон, даруя участницам подарунки, обожаясь за хопловой игры, та перемогой. Модный спонсор шоу, компания Эйвон. Каждый ряд представленных здесь имеет свою стоимость. 100, 200, 300, 400, 500, 600 и 700 гривен соответственно. Побеждая блондинок. Про Монро особый разговор. Я расскажу вам. Эта девушка просто так не продается. Побеждая блондинок в первом раунде, вы накапливаете свой джекпот. Чем больше девушек ответят на поставленные вопросы неправильно, тем больше вы зарабатываете денег. А вот теперь поговорим о так полюбившейся вам Монро. Победив нашу топ-блондинку, вы сможете удвоить заработанную сумму, то есть свой джекпот. Но и это еще не все. Победив блондинок во втором раунде, вы получаете шанс поучаствовать в суперигре. И вот там вот вы уже и будете претендовать наш главный приз, который равен 50 тысячам гривен. Девочки, мы сделаем дяде Васе весело? Да! Ну что ж, милые дамы, давайте начнем игру! И поскольку Василий Воростюк с места прыгает на 3 метра 30 сантиметров, я прошу подойти именно на это расстояние. Первый ряд, стоимость которого 100 гривен. Вперед, начнемся! Знакомлю тебя с номером 45-ым. Прочитал, что написано? Режиссер. Режиссер, да. Появу всего прочего, кроме того, что режиссер, Аленушка Алымова обладает удивительной способностью. Она может дотягиваться кончиком языка до кончика носа. Это правда, да. Покажите! То есть до своего носа или до носа Василия? Конечно, до своего. На 3 метра 30 сантиметров. Своего? Да, до своего. Да мы не верим. Нет, я думаю, что поскольку у нас сегодня Василий Джеймс Бонд, то девушка Джеймса Бонда должна держать язык за зубами. Хорошо, хорошо. Аленушка, Аленушка, давайте так, что вы почувствовали себя расслабленно и дали волю своему языку, мы поступим следующим образом. Сейчас языки последовательно вытягиваем мы с Василием, а потом это делаете вы. Хорошо? Мы стараемся дотянуться до кончика вашего носа, и вы до кончика вашего носа. Договорились? Да? Да. Все. Василий, наш выход. Поехали. Аленушка, поехали. И... И можно не тратиться на носовые платки. Прекрасно. Номер 46. Валентина. Просчитайте, пожалуйста, Василий. Добрый вечер. Валентина, добрый вечер. Она кузнец. Я сдаю вас сразу, когда прочитал. Я сам обалдел. Я не верю своим глазам, что здесь написано. Коваль, 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 да. Такий кувалдометр у него мая будет. Правильно? Не увлекайся. Не увлекайся, прошу. Я к себе можно уявить. На самом деле процесс давно механизирован. Ну, я знаю, педалька. Да, педалька и гидравлический молот сам ударяют по раскаленному металлу. Все верно, работа не есть женочая. Дело в том, что грубую работу непосредственно с металлом выполняют мужчины. А я выполняю довольно тонкую кузнеческую работу. Она работает с мужчинами, еще более грубую работу. Сейчас тяжелые упражнения. Нужно будет скосить глаза вниз, вниз. И вот на этом экране выбрать категорию вопроса. Все, выбираем категорию. Есть категории. Коски, персоны, факты, людо, литература, история, география, логика, мода, спорт. Давай-то географию. География. Я, честно говоря, испугался, что вы сейчас возьмете монитор. Что тут написано? География. Хорошо. Приняли географию. Считаем вопрос. Если честно, я сам что-то слышу. Я выбрал географию, я не знаю. Вопрос. Сколько краин входят до склада Европейского Союза? 27, 31, 25, 30. Когда я должен говорить ответ? Желательно все-таки сегодня. Так? Да. Можно умрытый? Нет. Рот на замке. Да, теперь можно. Мне кажется, 27. 27. Я принял ваш ответ. 27. Ответ дядя Василия Воростюка. И ответ этот? Неправильный. И ответ этот? Правильный. Правильный ответ. Я сам что-то без своих знаний. Ну что ж, наступает самый интересный момент, девочки. Вы тоже постоянно не вылезаете из Евросоюза. Но наверняка не знаете, сколько же там стран. По крайней мере, пять участниц, не знаю, сколько стран в Евросоюзе. И только Алина и Олена переходят во второй тур. Василий, только что вы деньги заработали у нас. Да, вот этот сладкий миг. Покинуло нас пятеро блондинок. Стоимость ряда была, вы помните, 100 гривен. Значит, вы сейчас заработали 500 гривен. И ваш джекпот составляет 500 гривен. Начальная сумма. Сзади вас находятся две блондинки. Как только соберется 21 блондинка или, не дай бог, больше, это означает, что мы будем вынуждены закончить игру прямо в первом туре. Поэтому, пожалуйста, стратегия должна быть выбрана такая, чтобы как можно больше блондинок покидало нас в этом, в первом туре. И мы вводим в игру блондинок из второго ряда, стоимость которого 200 гривен. Номер 38. Очень красивое, мне кажется, число. И девушка прекрасная. И Псения, она актриса. А вы могли бы сыграть в фильме Василия Воростюка, например, как актриса? В принципе, да. Я могла бы сыграть девушку Бонда. Я спрашиваю не про девушку Бонда, я спрашиваю Василия. А вы смогли бы сыграть роль Василия Воростюка? Вы актриса. Нет, Василия Василюка только может сыграть сам. Василия Василюка не надо. Надо Василия Воростюка. А как вы думаете? Посмотрите на меня и посмотрите на него. Чем я могу сыграть? В детстве? Василий носил длинные белые волосы в детстве. Я так дивлюсь на килограммы, это дискласс третий-четвертый. Можно бы было сыграть. Блондинка третьего класса. Хорошо. Так, спасибо. Василий, ваш выход. Выбираем категорию. Категорию вопроса. Каски, персоны, факты, люда, литература, история, логика, мода, спорт. Давай ты историю. История принята. Категория история. Итак, исторический вопрос для наших историчек и Василия Воростюка. С какого порта Титаник вырушив у сви остальный круиз? Белфаст, Лондон, Саутгемптон, Плимут. Вот спеть песню Селин Дион из известного фильма все могут. Ответит на вопрос практически никто. Вам карты в руки, Василий. Отвечайте правильно. Можно ли пустим их на дно? Да. Саутгемптон. Принят ответ. Саутгемптон. Ответ Саутгемптон. Это ответ правильный. Василий знал ответы на этот вопрос. Он тоже выплывал из этого порта. Потом почувствовал какой-то удар и что-то стало тонуть. Но он поплыл дальше. Не стал обращать внимания. У него был заплейф, он моржевал в этот момент. Девчонки, сейчас поглядим, как вы ответили на этот вопрос. Плавали, знаем, или плавали, не знаем. Вскройте свои показания. И выясняется, что пятеро блондинок не смотрели кино про слезы и сопли. Ди Каприо и Кейт Уинслет. И Леся с Аллой переходят в второй тур. А все остальные... Ту-ту. Пять девушек ушло. Стоимость ряда была 200 гривен. Вы зарабатываете сейчас 1000 гривен. Складывая ее с предыдущим джекпотом в 500, получаем 1500 гривен. К настоящему моменту, до того, как в игру пока еще не вступил третий ряд. А он уже вступает. Третий ряд. Его стоимость 300 гривен. Вперед, девчонки. Эй, шашка и на голову. Номер 33. Ой, как вы глазиком сделали, Агнин. Как у меня тоже была в детстве бракованная кукла. Если бы я не играл куклами, я бы стал таким, как Василий. А я куклами играл. Она тоже... Один глазик был поломан, и она тогда белая. Одним глазиком запрокидываешь. Арина Домски. Доброго вечера. Добрый. Ариночка, вот вы готовы стать девушкой Бонда, вы сообщали об этом, да? Готова, чему бы не. А на что вы готовы, чтобы стать девушкой Бонда? Ну, иногда я готова обрезать даже свой коз. Вы видите, сейчас я с другой зачисткой. Так вы же уже ее обрезали. Крати, да я про себя знать, так дешевше ходить. Номер 31. Виолетта. Привет. Здравствуйте. Я знаю, что специально готовились к встрече с Василием. Вы вспомнили о своих фантастических талантах. И сейчас поведайте о них. Да, знаете, однажды Василий признался, что женщина для него не женщина, если она не умеет готовить. Поэтому я решила сегодня открыть свою сильную сторону. Я знаю целых семь рецептов омлета, но слабая сторона заключается в том, что это единственное блюдо, которое я умею готовить. Прекрасно. Я предлагаю полакомиться не омлетами Виолетты, после этого не выживает никто, а все-таки продегустировать наши категории. Казки, персоны, факты, люди, литература, логика, мода, спорт. Шкода, что нет тут кухни. Это моя любимая тема, да? Давайте попробуем казки. Казки? Хорошо. Отличная категория, действительно категория принята. Я в последний час читаю много казок, может, как раз спит подел. Вопрос в этой категории. Кто автор казки «Любов циркуля» та линейки? Олександр Пушкин, Эдуард Успенский, Шарль Перо, Михайло Ломоносов. Если честно, я даже такое не знаю в казке. Про циркуль и линейку? Как же так? Известнейшая сказка. Все дети плачут в самом начале, когда ее слышат. Циркуль и линейка. Давай будем просто угадывать. Ну давай. Потому что я не знаю ответы. Хай будет Шарль Перо, возможно. Шарль Перо. Ответ принят. Попытались угадать. Думаю, что неправильный, да? Ну, знаешь, вот блондинки тоже могли угадать. Но прежде, чем мы узнаем, как они ответили, сейчас узнаем, правильный ли это ответ. Посмотрим, как ты ответил. Правильно или неправильно? Шарль Перо. Правильный ответ! Василий кокетничает. Он, естественно, знал прекрасный ответ на этот вопрос. И читал... Честное слово. Василий. Ну что такое? Ну не можешь мне подыграть уже, ну капельку хотя бы сказать. Да, я знал, я читал все сказки. Да, я знал, я просто притворяюсь. Да, я знал. Просто притворяюсь талантливо. А вот блондинки притворяться не умеют. Если они ответили неправильно, это значит, мы сейчас прямо и поймем, что вы ответили, девочки, неправильно. И не знаете, кто автор этой сказки. И... Только две участницы знали правильный ответ. Одна из них Виолетта, вторая это Мария Студентка. Они переходят во второй тур. Все остальные девчонки. Пересчитываем Шарля Перо. Что такое ОГО? ОГО это КАСА. Откроем КАСА. Нас покинуло безвременно скорбя. Пятеро блондинок. Стоимость ряда была 300 гривен. Сейчас подняли 1500 гривен. Складывая с предыдущим джек-потом в 1500, получаем 3000 гривен. Шесть девушек, шесть блондинок находятся сзади. А семеро идут в атаку. Это наш четвертый ряд. Его стоимость 400 гривен. Вперед! Номер 24. Дашенька. Здравствуйте, Дашенька. Дашенька, как к экстремалке хочу обратиться. Вы за время участия в нашей программе увеличили свои экстремальные навыки, их количество? Я летала на вертолете, водила вертолет. Я прыгала с парашютом. Я погружалась с аквалангом. Я участвовала в турнирах по бильярду и дартсу. Зачем мне Джеймс Бонд? Речь идет не о Джеймсе Бонде. Речь идет о Василии Веростюке. А вот Василий Веростюк, конечно. Номер 27. Наташенька Валяева. Наш номеролог. Наташенька, как известно, блондинке для того, чтобы продемонстрировать свои познания в Бондеане, нужно лишь выговорить три цифры 007. А как вообще имя Василий и цифры 007 сочетаются друг с другом? Прекрасно сочетаются. Тем более цифры 7 приносят удачу. Но самую большую удачу вам принесет блондинка под номером 27. Обратите внимание, Василий Веростюк. Обратите внимание. И пусть эти сладкоголосые сирены не затмевают Ваш рассудок. Воспользуйтесь им для выбора категории. Категории. Персоны, факты, люди, литература, логика, мода, спорт. Ну давайте спорт. Спорт. Зараз я возьму и проиграю на своем. Хороший выбор спорт. Категория выбрана. Вопрос в категории спорт. Олимпийские кольца какого колору символизует Европу? Белого, зеленого, блакитного, червоного. Это что такое? Можно видать? Да. Я думаю червоного. Червоного. Ну а почему именно червоного? Ну так себе думается. Зеленый, это, наверное, Австралия. Можливо. Там все зелено. Символизует. Блакитного, я не знаю, Голландия, может быть. Белого. А Голландия где находится? Отдельная вообще такая? Ну таки вражения, что они совсем окривые. Вообще не знаю, где мы с ними находимся. Да, хорошо. Тому червоного. Червоный. Ну хорошо. Если Голландия у нас отдельный материк, я принимаю червоный цвет. Ответ принят. И ответ этот неправильный. Правильный ответ блаткейтного колеру Голландия должна была натолкнуть, подталкивала, но не натолкнула. Поскольку Василий Воростюк дает неправильный ответ на этот вопрос. Это означает, что все участницы ряда коллективно и стройно, начиная с одной и той же ноги, переходят во второй тур. Все семеро. Все семеро. Джек-пот остается неизменный. Вы помните свой джек-пот? Три тысячи. Три тысячи гривен. Совершенно верно. И в игру вступает пятый ряд участниц. Стоимость 500 гривен. Номер семнадцать. Наташенька Валевская. Сегодня в шляпе почему-то решила к нам сегодня прийти. Ожидает, видимо, снегопада или дождя в павильоне съемочном. Наташенька, у вас с Василием уже и до нашей программы была история отношений, я так понимаю. Тильки дружневидносные. Ну, понятно, что все вы так говорите. Тильки зустріч, або проводы старого нового року. То есть вы встретились на Новый год, встречались. Мы же встречаемся або в концертном зале с Натальей, або в Карпатах. Так, в гримерных, або в коридорах. У вас общая гримерная была, Росития? Ну, мальчик, поруч, поруч. Ага, рядом. И Василий, естественно, случайно проломил стену, тогда неудачно повернулся стену. У нас двери просто не зачиняются для друзей. Вони открытые, так само, как и двери Василя, старого романа, виростяких. Спасибо большое, Наташенька. Посмотрите, пожалуйста, налево. Вот с этой барышней вы не делили гримоборную. Номер 22. Оля Полякова, рекомендую. Вы знаете, мне очень импонирует такого размера мужчины, потому что только с ними я перестаю чувствовать себя жирафом. А я думаю, на кого мне Полякова похоже, кого он нам не напоминает. Точно, точно. Приходим к выбору категорий. Василий, категории остались прессоны, факты, люди, литература, логика и мода. ЛЮДЫ Люды. Люды. Хорошо, Люды так Люды. Целуй, Люды. Выбрали категорию. Так, жирафушка, спокойно. Вопрос категории Люды у нас следующий. Как называется женщина-сестра? Женщина-сестра. Зовица, своякиня, невистка, макруха, свекруха. А называется по отношению до кого? Сестра жены. Вот вы, Василий, муж. Есть жена. У жены есть сестра. По отношению к мужу, естественно. Вот кто она вам, сестра-жена? Я не понимаю. Своякиня. Своякиня. Вообще оно не звычно звучит, но... Ну, своячница. Российская, своякиня, украинская. Я принимаю. Зовица, я даже не знаю, что такое зовица. Ну, зовица, российская, заловка. Ужасное слово, я самого не люблю. Я принял ответ, своякиня. Невистка, это же моя дружина моим батькам. Я не знаю, вот это конь жены, коня, буденного. Кто кому кум сват брат. Своякиня, ответ правильный. Но мы не знаем... Василий, для того, чтобы вот эти вот крики со стороны женщин были как можно сильнее и громче в вашу сторону, потому что они будут претендовать на ваш джекпот во втором туре, мы посчитаем сейчас ваши деньги. Ушло три блондинки. Стоимость ряда была 500 гривен, вы заработали сейчас 1500 гривен. Если сложить эту 1500 с вашим джекпотом, получается 4500 гривен. Вот сейчас-то ваши заработки, но сзади уже собралось 17 блондинок. Поэтому, если сейчас вы ответите на вопрос неправильно, мы будем вынуждены закончить игру. Закончить игру, и тогда все будут кричать, Василий Вырастюк поддался блондинкам. Шестой ряд. Я прошу вас вступить, а вступить это к деньгам, как мы знаем, в игру. Просьба на игровую линию. Стоимость ряда 600 гривен. Некоторые мужчины, для того, чтобы казаться огромнее, ходят в спортзал и качаются. Некоторые женщины покупают себе карликовые машины, я так понимаю. На фоне которых огромные. Какая игрушечная машинка, а вы как прекрасно знаете, мальчиков от мужчин отличают только стоимость игрушки. Не стоимость игрушки, а ее размер. Правильно отвечаете на вопросы. Номер 15. Ксения Кузьменко. Три иностранных языка она знает, но пользуется единственным языком того, что она красивая. Имеет делать вот так и вот так. Кстати, насчет языков вспомнила анекдот классный. А Джеймс Бонд, ну и пусть блондинка, она говорит, ты такой сильный, смелый, все умеешь. А я вот знаю одну фразу на английском языке, перевод которой никто не знает. Он говорит, ну-ну, давай, валяй. Она такая, ну вот переведи мне фразу, I don't know. Он сидит такой, говорит, вот видишь, и никто не знает. Я еще один нарахунок закордонных мов. Как приехали два Гуцула в Киев, идуть в центр города, Майдан Незалежности. И тут приходят до них какие-то закордонные люди. И на английском языке, там, на английском языке пытаются, как пройти, например, до Бесарабки. Такие двое стоят, не могу понять. Он им на французский, потом на немецкий, они ноль. Он говорит, что, Микола, ты видишь, какая людина разумная, три иноземные мовы знают. А тот говорит, и что это ему дало? Василий Воростюк, лучший друг Гуцула, выбирает категорию. Категории остались, персоны, факты, литература, логика и мода. А что у нас в персонах, не знаешь? Кто у нас в персонах? Нонградов все, я не знаю, честно. Прессоны, факты, литература, логика. Логика. Да, все скривили козьи мордочки. Еще-то я так само не рад, как и вы. Логика, категория принята. Вопрос в категории логика. Поражает своей иррациональностью? Сколько калорий в одному литре воды? Три, ноль, десять, пять, одиннадцать. Ноль. Ноль. Я принимаю этот ответ. Принят ответ. Выпили литр воды. И что это нам дало? Ничего. Или все, правильный ответ. Так, хорошо. Кто у нас пьет воду для того, чтобы поправиться? Давайте посмотрим. Леночка, не сдавайте раньше времени. Не хвастайтесь. Сейчас выяснится, что это было на все, на все кокетство. Кто неправильно ответил на вопрос? Мы знаем, даже если вы... Что все правильно... Все правильно ответили на это. Блонгинки, что же это делается? Вы же только что избавили меня от возможности стоять с моим кумиром. Они все переходят во второй тур. Но во втором туре для всех них не хватит места. А это означает, что несмотря на то, что был дан правильный ответ... Может, давайте заместить я перехожу в другой тур? Но на них и так не выстачит места. Василий, единственное, что может сейчас всех нас спасить, что вы их сейчас возьмете в охапку и унесете куда-нибудь. Да, чтобы у вас больше не осталось соперниц. Но, увы, у нас есть правила. У вас у силачей свои правила. У нас у блондинок свои правила. К сожалению, вы проиграли женщинам. Это женщины. Поэтому для силача и самого сильного человека на планете это не так зазорно. Василий Вырастюк! Достойно оппонировал нашим блондинкам. Но женская сила не измеряется в объеме мышц. Она в чем-то другом. А в чем ученые не знают до сих пор. Спасибо, Василий. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо большое. Все кино, тело, дыши для Василия Врастюкашу. Продолжимся. За кидах вы раньше кайты на нового героя. Василий Врастюк залышит в нас и в команде заслуженных маэстри в спорту Замина. Я запрошу доставку нашего наступного участника, ведомого футболиста Андрея Гусина. Участник полуфинала Лиги чемпионов и четверть финала чемпионата мира. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрюха. Добрый день, Андрей Гусин. Вы же многолетний динамовец. Динамовец со стажем. Посмотрите, это же спартаковские цвета. Красное и белое. Ну и как настроение? Пульс и давление? Нормально. Будем выбивать? Нет, это не настроение. Потому что девушки настроены на решительную и активную игру. Дамы и куроняточки. Дамы и цепицыки. Прекрасно. И что, Андрей, вы видите, шансов практически у вас сейчас нет, потому что на поле огромное количество игроков. Правда, расставлены они хитрым образом. Первый ряд это такая детская и юношеская спортивная школа, а сзади уже дрим-тим. Стоимость первого ряда 100 гривен, потом 200, 300, 400, 500, 600 и 700 гривен. Сколько девушек ушло, столько денег вы и заработали в каждом конкретном ряде. В общем, вы зарабатываете деньги в первом раунде. Блондинки, ответившие правильно, переходят во второй раунд. Главное не собрать больше 21 блондинки. Да, я же не сказал вам самое главное. Посмотрите наверх, Андрей Гусин. Это наша то-блондинка. Здравствуйте, Андрюши. Я надеюсь, сегодняшняя игра будет зрелищна и активна, как футбольный матч. Вот так. Она может удвоить ваш джекпот, дорогой Андрей Гусин. Это все может произойти в первом туре. Во втором туре вы будете пытаться отстоять заработанные деньги. Если все пойдет хорошо, во втором туре останется только три блондинки, вы сможете претендовать на главный приз нашей программы 50 тысяч гривен. Нормально, да? Ну что ж, в таком случае, девочки, я предлагаю накинуться на Андрея Гусина, но не за автографами, а затем, чтобы проверить его интеллектуальные способности. Первый ряд вступает в игру 100 мастеряда, 100 гривен. Вперед, девчонки. Андрей Гусин, вы хранитель генофонда, вы блондин, и дети у вас тоже блондины, да? Каково это быть блондином среди блондинок? Да, нормально. У меня и бабушка блондинка была. И бабушка блондин? Да, и блондинка, и отец тоже светлые волосы. Тоже светлые волосы. Значит, вы действительно генофонд. Девочки, кто из первого ряда мечтает воспользоваться генофондом Андрея Гусина? Мне кажется, что этот генофонд уже задействован. Валечка, то есть на чужой не разевай роток, да? Молодец. Вот, молодец, говорит Андрей Гусин. А Аниточка уже знает, что в сказках происходят чудеса. И тогда не поздно ничего изменить. Да? Иногда бывает даже очень вовремя. Аниточка, вы в футбол играете? Да, конечно, каждый вечер. Отлично. По вечерам я обычно играю в футбол. Спасибо, Анита. Футболистка Анита, Анна Ржевская, писательница и все остальные блондинки первого ряда наблюдают за тем, как Андрей Гусин выбирает категорию вопроса. И это категория мода, персоны, логика, факты, традиции, география, спорт, история, термины, литература. Ну, начнем география. География. Выбор сделан. Категория география. Что такое, девочки? Мы что, в бане полотенцами трем спинки? Сейчас потрем вам спинки. Мы кокетничаем. Кокетничаете. Не мешайте Андрею отвечать на вопрос. Географический, между прочим. А мы здесь для того, чтобы мешать ему отвечать на вопрос. Вопрос. Якого колеру хрест на прапуре Англии? Белого, червоного, жевтого, сыньего. Мы что, в Голландии? Мы в Англии. Так, поскромнее, пожалуйста. Анита. Что я такого сказала? Дети не будут покупать книжки. Так, надо выбрать ответ. Правильный желательно. Ну, я думаю, что... Крест на прапуре Англии. Я думаю, что... Красный. Красного? Красный крест. Да, я принимаю ответ. Красный крест. А смотрите, уже никто не смеется. Почему? Потому что это правильный ответ. Не смешно уже, да, наверное? Самая интересная процедура. Мы проверяем, кто смеется последним. Я написала синий сразу. Нарисовала. Да, я хотел нарисовать, но оно не рисовалось почему-то. Так, первый ряд. Покажите мне, как вы ответили на этот вопрос. И только Алёна и Валентина переходим во второй тур. Все остальные ха-ха, пожалуйста, вот там. Во тьме изобнений. Ну, тебе не привыкать, когда сзади находится команда, в которой ты можешь быть уверен, да? Да. Но если в этой команде женщины, по крайней мере, здесь, в игре кто проты блондинок, тебе нужно занервничать. Как только сзади соберется двадцать на блондинка или не дай бог больше, игра закончена прямо здесь, в первом раунде. И все. Тебя забирают, я уже даже не знаю, в какую сборную, какую-нибудь индийскую, куда-нибудь в Загогорную. Туда тебя забирают. Не доводи, пожалуйста, до предела. А в борьбу вступает второй ряд нашей участницы, милые. Второй ряд стоим всего двести гривен. И так, конечно же, все девушки, которые стоят здесь, прекрасно знают, каким последним клубом был клуб нашего героя Андрея Гусина. Что такое, не знаем? Сатурн из города Раменская. Что, девочки, не знаем? Ладно, я скажу название, благодаря которому этот клуб известен. Инопланетяне называют его. Потому что Сатурн. С возвращением на Землю, Андрей Гусин. Спасибо. Не кажется тебе, что ты находишься на Марсе сейчас? Посмотри. Нет, атмосфера хорошая, конечно, не Марс, но... Не Марс, но планета красного цвета. Да. Одни женщины и одни блондинки. Жестокий эксперимент выкосил все остальное человечество. С возвращением на Землю, Андрей Гусин, выбирай категорию. Мода, персоны, логика, факты, традиции, спорт, история, термины, литература. Традиции. Традиции? Отличный выбор. Мы одобряем его, Андрей. Что в исламских краинах уважают музыку дьявола? Важают музыку дьявола. Ревиння вола, дзищання комара, пение Оли Поляковой, свист, альбом Тимати. Музыка дьявола. Я могу напомнить, как ревут волы, як я слабовник. Дзищання комара, свист. Я думаю, свист. Свист. Принимаю ответ, Андрей Гусинан. Ответ принят. АПЛОДИСМЕНТЫ И это ответ правильный. Браво, Андрей Гусин. Девочки, кто оборачивается на свист? Честно. Никто? Никто не оборачивается на свист. И только одна наша участница, по номерам 37, не знала ответ. Не оборачивается на свист. Не оборачивается на свист. Все остальные оборачиваются и говорят, это же музыка дьявола. Уйди, рогатый. Или вырастут прочие рога. Все остальные участницы, пожалуйста, во второй тур. Прошу, прошу. Пока. Как и футбол, наша игра, это в конечном итоге игра на деньги. Сейчас мы будем считать твои деньги. Сколько блондинок нас сейчас покинуло? Покинуло нас две блондинки. Стоимость ряда была 200 гривен. Ты заработал 400 гривен. Если принесовать их к твоим заработкам в первом раунде, которые были 500 гривен, у тебя сейчас 900 гривен. Это твой джекпот, который ты продолжаешь увеличивать и увеличивать. Благодаря третьему ряду, мои веселые утицы, вперед! Стоимость ряда 300 гривен! Номер 34 и 35. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Андрей, посмотри, пожалуйста, на номер 34 и 35. Представь, что здесь больше никого нет. Какие-то смутные сомнения тебя не терзают? Не кажется, что есть где-то под Киевом атомный питомник, где клонируют людей, ставят над ними нечеловеческие опыты, как над овечкой Долли? Нет у тебя таких сомнений? Есть. Сестры Марочкины проникли к нам сюда! Скажите, пожалуйста, благодаря чему вы здесь, сестры? Благодаря родителям, которые сделали нас идентичными, скажем так. Работали под копирку? Папа работал. Хорошо, сестры Марочкины, Ирочка и Юлечка. Посмотрим, как вы одинаково ли отвечаете на вопросы. То есть, по идее, либо вы обе проходите во второй тур, либо мы с обеими прощаемся. Среди нас номер 30, Андрей, посмотрите. Обладательница белого пояса по пению. Певица Лилу. Да. Певица Лилу, я так понимаю, работает в жанре наиболее близком спортивному. Ну, в общем-то, где-то вы правы. В моих клипах снимаются спортсмены. Ну, предложите Андрею уже, наконец. Нет, я не могу, футболисты уже были. Были, все. Уже были футболисты, Андрей Гусин, видимо, уже не котируется. Хорошо, давайте выбирать категорию. То есть, Андрей Гусин-то выбирает, я давайте, а он выбирает. Мода, персоны, логика, факты, спорт, история, термины, литература. Факты. Ну, факты. Хорошо, выбор сделан. Категория факты. Так, категория факты, я просто раз вылетел на этой категории. Повторим, закрепим успех, да? Хорошо. В категории факты вот какой вопрос. Андрей Гусин. Чим заменил в хауптвахту император Мекола И. Мекола Перший. Ведведеванием оперы Руслана Людмила, Грою в шахи, читанием коски про царя Салтана, вязанием шкарпеток. Мекола Перший, царь-амператор. Всея белая, малая и прочая Руси. Ну, надо отвечать. Да. Больше вариантов не вылупится, не появится. Как не жди. Может, тут есть? Игрой в шахматы, может быть? Игрой в шахматы, читает Андрей Гусин, и я принимаю ответ. Игрой в шахматы. Ответ этот... Неправильный. В оперу отправлял их на Руслана и Людмилу. На Руслана и Людмилу. Так и не удалось мне закончить эксперимент относительно наших сестер, потому что благодаря неправильному ответу мы не будем сейчас скрывать ваши показания, а весь этот ряд коллективно переходит во второй тур. Модный спонсор шоу – компания Эйвон. Черт побери, да? Ничего. Досадная оплошность. Нельзя собирать большое количество блондинок за спиной. Это плохая примета в нашей игре. Все может тут же закончиться, так и не начавшись. Итак, напомню тебе твой джекпот, Андрей. Он составляет 900 гривен. Девочки, нас здесь двое Андреев. Желание будем загадывать? Угу. Что? Желание оказаться между нами, да? Ну, по крайней мере, подходите хотя бы для этого. В игру вступает следующий ряд стоимостью 400 гривен. Четвертый ряд. Среди нас есть тележурналисты, телеведущие, Дашенька, Инна. Вам доводилось ранее общаться с Андреем Гусиным? Нет, не доводилось ранее, к сожалению. Очень приятно познакомиться, Андрей. И хочу вам сказать, что если вы выйдете во второй тур, чего мы все вам искренне желаем, и увидите переминающихся с ноги на ногу, ерзающих, прикрывающихся, как при штрафном, блондинок, не думайте, что они не знают правильного ответа на вопрос. Причина в другом. Сказать, сейчас бы, короткий анекдот намек. Блондинку спрашивают в аэропорту. Колющая, режущая есть? Есть. Стринги. Есть еще одна колющая, режущая вещь в наших блондинок. Это их язык. Да. Выбирайте категории. Андрей Гусин. Мода, персона, логика, спорт, история, термины, литература. Ну, вы же на тренировках всегда выбираете категории. Да, да. Там спорт, 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 спорт. Логика. Логика. Выбор сделан. Категория логика. Вопрос категории... Один центнер, сто килограммов. Сколько это? Однотонна, двести килограммов, тысяча. Сто килограммов, сто десять килограммов. Что такое? Прекратили шипение. Мы не в серпентарии, мы на программе телевизионной. Один центнер и сто килограммов, да? Да. Но это двести килограммов. Ну, двести килограммов, я принимаю, естественно, этот ответ. Двести килограммов, ответ принят. И ответ, естественно, правильный. А кто-то, может быть, в этом сомневается, да? А если сомневаемся, сейчас красный крест на пузе поставим вам, нарисуем, девочки. Давайте же узнаем, как вы ответили на этот вопрос. И... Ой, как нам стыдно уже становится. Тыри-бы-бы-бы-бы. И только три девушки, Марина и Резавета, и даже знают правильный ответ. Все остальные дамы идут взваливать мешки на плечи. Перетаскивать центр. Спасибо, дамы. Спасибо. Спасибо. Здесь осталось всего-навсего четыре места. Если ты хоть раз ответишь неправильно, или будешь неправильно выбирать стратегии... Гол и кирдык. Поэтому давай поговорим о добром, о деньгах, которые ты сейчас, тем не менее, заработал. Нас покинуло сколько? Четыре блондинки. Стоимость ряда была 400 гривен. Ты заработал 1600 гривен. Твой маловатый джекпорт являл собой 900 гривен. Сейчас это уже 2500 гривен. И вот с этими деньгами, мечтаю их увеличить, и не увеличивая количество блондинок здесь, Андрей Гусин грудью своей встречает пятый ряд нашей программы «Стоимостью 500 гривен». Номер 22 молчит. Номер 22 молчит. Да, сегодня молчим. Но я сегодня в роли серебряного копытца, могу настучать денег. Хорошо, копытца. А вот как вот по-вашему, по-женски, Андрей, когда речь идет не о футболе, он с девушками знакомится нападая или защищаясь? Мне кажется, он стесняется. Спасибо. Все остальные блондинки освещают своими глазами Андрея Гусина выбирающего категорию вопроса. Категории. Мода, персоны, спорт, история, термины, литература. Ну, спорт. Ну, спорт уже действительно, сколько же можно. Категория «Спорт». Категории «Спорт» вопрос. У чемпионата якой краины берет участь футбольный клуб «Монако». Испания, Португалия, Италия, Франция. 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 Ответ принимается. И это... Это единственный спортивный вопрос, на который я знала ответ. Потому что я была там несколько раз. Малякова, вот это вранье, пожалуйста, свое. Оставь для других программ. Знаешь, молчи. Хорошо, мы сейчас проверим, вот была или действительно не была, и знала ли ответ. Блондинки, покажите мне, пожалуйста, как вы ответили на этот вопрос. Все без исключения. Все мне что-то покажите уже, наконец-то, в районе своих мониторов. Да, действительно, я смотрю, «Монако» – проходной двор для блондинок. Это приговор. Благодаря тому, что только одна девушка отвечает неправильно, все места здесь и даже больше становятся занятыми. А это значит, что для тебя первый тур становится последним же туром. Спасибо большое, Андрей Гусин. На кромку поля. Вперед. Компания «Эйвон» и «Тайна» и «Бродовичный блондинок» за участь в программе. Мы прощаем вас с господином Гусиным. Ну а с вами мы до встречи, до встречи, до встречи, до встречи. У «Найкера» завершена и шоу нового канала «Кто против блондинок»! До поботься дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова